Актуальные задачи на 2017 и проблемы, доставшиеся от года 2016-го. На вопросы журналистов ответил Департамент здравоохранения Ивановской области. Как большинство отраслей, медицине не хватает финансирования. На реальные расходы остается около 1 миллиарда рублей, а нужно 3. Львиная доля средств уходит в Федеральный фонд ОМС, как платеж за неработающее население. Поскольку из 5 миллиардов у нас с небольшим уходит 4 на платеж в ОМС, слишком много неработающего населения за счет неофициально трудоустроенных и так далее. То есть у нас получается около 600 тысяч жителей – это неработающее население. Я не беру пенсионеров, детей, тут все, вопросов нет или инвалидов. А вот около 200 тысяч трудоспособного возраста, нигде не работающих, за которых бюджет области должен платить, к сожалению, это наша действительность. Перебои с лекарственным обеспечением теперь должны прекратиться. Бюджет региона принят на 3 года. Сейчас заканчивают закупки по этому году и дальше можно делать запасы на следующие. У нас были проблемы с размещением заказов. В январе вместо положенных 700 аукционов мы смогли разместить только 70 на жизненно необходимые препараты. Сейчас заканчиваются уже в марте оставшиеся аукционы. В ноябре прошлого года была приостановлена работа Родниковского роддома. В учреждении отсутствовал неонатолог. Теперь такой специалист появился. Роддом с этого года снова работает. Правда, было принято решение о сокращении штата. Второй момент там был о несоответствии количества работающих той нагрузки, которая по факту есть. И поскольку кто-то должен был быть сокращен, потому что не может быть, чтобы дежурили там 5 человек, когда роды случаются раз в 3 дня и получали зарплату, ничего не делая. Не менее болезненно в прошлом году пациентами было воспринято закрытие хирургии в Гаврилово-Посаде. Врачам урезали зарплату, вот они и ушли. Пришлось искать новых. В полную силу хирургия в Гаврилово-Посаде так и не заработала. На тот момент, когда хирурга там не был, там вахтовым методом работал на приеме доктор из Иваново. Сейчас один из хирургов пришел. Мы ищем второго, вроде как предварительное согласие получено. Хирургическое отделение открывается тогда, когда есть два хирурга, анестезиолог, реаниматолог, для того, чтобы можно было оперировать. С жалобами и индивидуальными проблемами департамент готов работать в режиме онлайн. На сайте ведомства есть интернет-приемная. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.